МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полузащитнику сборной России Юрию Жиркову диагностировали воспаление сухожилия, а вратаря Игоря Акинфеева после победы над испанцами отправили на допинг-контроль. Это новости на ТНТ. Здравствуйте! В студии Екатерина Кравцова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Плюсы и минусы объединения. Березняковская администрация увеличится на 60 человек. При этом полторы сотни чиновников из новых березняков потеряют свои кресла. Для нас важно сейчас выстроить правильную структуру. Пока гром не грянул. Мы заглянули в один из районов города, где рукой махнули на детскую безопасность. Этот бардак вообще надо вновь убрать. Там дети бегают, ноги ломают. Березняки с новых ракурсов. На телеканале ТНТ «Березняки» вновь стартует рубрика «Узнай любимый город». Заинтересовались? Тогда внимание. Размеры березняков в одночасье увеличились в 10 раз. После принятия краевым загсобранием закона об объединении нашего города с Усольским районом, общая площадь нового муниципалитета составила почти 5000 квадратных километров. Сегодня на внеочередном заседании городской думы депутаты и чиновники администрации решали глобальный вопрос. Как управлять такой огромной территорией? Нам нужно будет формировать уже общий бюджет. С сентября, не позже. Финансовая тема в объединении муниципалитетов одна из важнейших. Все бюджетные вопросы должны быть решены с соблюдением законов. При этом новая власть в лице Березняковской администрации обязана обеспечить присоединившимся территориям бесперебойные выплаты зарплат и полагающиеся социальные нормы. Впереди новая топительная сезона, там огромные проблемы. 15 миллионов долгов перед газом. Там по воде проблемы, потому что ее не бывает, например, в Усольском городском поселении. Люди волнуются, как, что будет в школах, в детских садах. Поэтому для нас важно сейчас выстроить правильную структуру в первую очередь и найти правильных людей, которые могли бы работать с населением уже от города Березняки. Больше территория, больше работы для чиновников администрации. Структура Березняковской мэрии будет изменена. Ведь многим ее подразделениям придется обслуживать потребности еще 15 тысяч человек, живущих в окрестных поселениях. Кроме того, в составе администрации появится 6 новых территориальных отделов. Это уже структурные будут подразделения администрации. Это уже не муниципальные образования. Это будут люди, которые будут работать на территории и осуществлять в первую очередь коммуникацию с населением, проживающим на этой территории. Штат Березняковской администрации придется увеличить почти на 60 человек. Но в то же время 148 чиновников покинут свои кресла в бывших администрациях поселений. Уже через пару дней им начнут выдавать уведомления о предстоящем сокращении. Наверное, самое хорошее, что сейчас оттуда уйдет мясничковость, которая там явно была в четырех городских поселениях, каждый зам за себя. Поэтому и возникали, наверное, самые максимальные вопросы, потому что стыковки между ними особо это не было ни по бюджету, ни по какому-то исполнению, которое нам необходимо. Между тем, новая система управления муниципальным образованием город Березняки вступит в свои права только через пару месяцев. Принятые сегодня депутатами решения – лишь начало большой работы. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А между тем, пока власти принимают новые земли в свои владения, на старых некоторые проблемы не решаются годами. Например, на улице Набережной люди несколько лет безуспешно борются за то, чтобы там снесли недострой. По заброшенному фундаменту гуляют дети, рискуя получить травмы. Кирилл Мурин обследовал опасные катакомбы. Это видео из своего окна сняли жители дома Набережная 41. Дети играют среди обломков бетона и острых прутьев. Изнутри эта картина выглядит еще страшнее. Высота этого недостроя больше 4 метров. Каждый день сюда приходят дети со всей набережной, чтобы побегать по бордюрам. Одна из таких прогулок может закончиться трагически. Буквально на каждом шагу детвору поджидает опасность. Кругом торчит арматура и ржавые гвозди. Жительница этого микрорайона Юлия Непогодина знает – на этом месте получился бы замечательный тенистый сквер с видом на городской пруд. Наша цель простая. Мы бы хотели, чтобы вот это опасное место перестало быть опасным, во-первых, и чтобы оно стало комфортным. Существует программа, приоритетная программа создания комфортной городской среды. Почему бы этот объект как раз и не использовать в данной программе? Цель-то есть, только вот незадача. Данная земля по набережной 37 находилась в руках собственника. И за ней числился мифический продовольственный магазин. Этот бардак вообще надо давно убрать. Там дети бегают, ноги ломают. Мы здесь уже 5 лет, получается, живем. Оно вот так все и стоит. Ну вот побегать – это стадион около школы. А так ведь, ну где здесь можно побегать? Около мусорки, вдоль, там где машины ездят, тоже никак. А детям-то ведь это надо. Как оказалось, Березняковский городской суд еще в 2014 году обязал собственника освободить территорию от строительного мусора. А в 2015 году постановил и вовсе разобрать стены пристроя. Однако владелец проигнорировал решение Фемиды, сообщили нам в городской администрации. При этом выход есть. Цитата. В связи с тем, что для заключения муниципального контракта требуются денежные средства, свалка железобетонных конструкций будет ликвидирована по мере возможности и наличия денежных средств. На сегодняшний день собственник признан банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества. Возможно, новый собственник приведет данный объект в нормативное состояние в соответствии с градостроительными нормами. Возможно, мечтам Юлии о новом сквере с фонтаном и суждено сбыться. Но только не в ближайшее время. А пока жителям набережной придется ждать нового собственника как спасителя и лишний раз оберегать своих детей от этих опасных лабиринтов. Кирилл Мурин, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Борьбу за маленький клочок земли выстояла и героиня нашего следующего сюжета. Мария Кустова. Мы уже рассказывали, что перед прошлым Днем Победы снегоуборочный трактор снес оградку на захоронении ветерана Великой Отечественной и его супруги, блокадницы Ленинграда. Какие круги ада пришлось преодолеть, чтобы справедливость восторжествовала, расскажет Сергей Каленик. Так, зарастает. Вообще. По старинке серпом Мария Кустова очищает могилки родственников. Бориса Трудоношина, ветерана Великой Отечественной войны и его супруги Марии, блокадницы Ленинграда. Сегодня оградка в полном порядке. Так и было, так и было, все. Мне больше, что, господи. Я уже, душа у меня успокоилась, душа на месте, что сделано. Какой путь проделала Мария Васильевна, не описать словами. В прошлом году перед Днем Победы Мария Кустова пришла также прибраться на этих могилках и испытала шок, когда увидела раскуроченную оградку и горы снега на погребениях. Могилы развортили благоустроители, полагает женщина. Трактор, убиравший снег, заделкавшим оградку. Восстанавливать справедливость женщине пришлось больше года. По каким только инстанциям не бегала Мария Кустова. Прокурор считает, что обоснованно вышел с исковыми требованиями в суд в данном случае о понуждении восстановить ограды захоронения семьи трудомощных. Прокуратура помогла в суде. Иск был предъявлен городским чиновникам. Правда, представители управления благоустройства так и не посчитали себя виновными. Въезд на городское кладбище, круглоговично открытый. Мы считаем, что истец не предоставил суду доказательств того, что ограда в месте захоронения повреждена именно при уборке территория снега. Просим лист и отказать склопом обеденную. Еще в декабре минувшего года суд постановил, благоустроители должны восстановить оградку. И, наконец-то, в этой непростой истории поставлена точка. Больше года ходила я по мукам, и справедливость восторжетвовала. Хочу поблагодарить прокурора города Расторгуева Вадима Сергеевича и помощника прокурора Аксенову Наталью Алексеевну, телекомпанию ТНТ, в том, что они мне помогли бороться с бюрократией. Сергей Каленик, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. К другим темам. Многие молодые мамочки получат в скором времени по 60 тысяч рублей. В Березняках идет прием заявлений на выдачу пособия за рождение первенца. Деньги можно будет потратить на нужды малыша. Пособия на первенца дадут в следующих случаях, если ребенок родился не раньше 1 января 2017 года. Возраст мамы на момент рождения от 19 до 24 лет. Она должна жить в Пермском крае не меньше 5 лет. Ребенку исполнилось полтора года. Сегодня по всем критериям подходят 24 березняковские мамочки. Еще почти 250 ждут, когда их первенцам исполнится полтора года. К слову, замужем молодой маме быть не обязательно. За выплатой можно обращаться еще в течение 6 месяцев после наступления ребенку полтора годика. На сегодня у нас обращение еще ни одно не поступило, поэтому приглашаем этих мам. Минимум как 24 мамы к нам должны подойти. Для получения 60 тысяч рублей нужно написать заявление в соцзащите. С собой взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС. Напоминаем, деньги можно будет потратить только на ребенка. Программа будет действовать до 31 декабря 2019 года. И еще одна полезная информация для молодых родителей. Завтра в Пермском крае будет работать прямая линия Пенсионного фонда России, в ходе которой можно будет задать вопрос, касающийся использования материнского капитала. Прямая линия будет работать завтра, 4 июля, с 15 до 17 часов. В это время жители Пермского края могут узнать о пенсионном обеспечении, использовании материнского капитала и возможности получения услуг фонда в электронном виде. Отвечать на вопросы будет управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич Авранчук. Номер прямой телефона линии вы видите на своих экранах. 82 года они следят за порядком на дорогах. Сегодня сотрудники ГИБДД по всей стране принимают поздравления. Эта дата для березняковских полицейских ознаменовалась событием. Березняковский отдел ГИБДД возглавил новый начальник. Прежний руководитель Владимир Поленников вышел на заслуженный отдых. Теперь главный страж дорожного порядка в нашем городе – это капитан полиции Юрий Федюхин. Ранее Юрий Витальевич отвечал за безопасность дорог в Красновишерске. Сегодня новый начальник поздравил своих коллег с профессиональным праздником. Хотелось бы поздравить всех ветеранов, действующих сотрудников, тех, кто несет сейчас свою службу, выполняет свои служебные обязанности на посту всех неравнодушных безопасностей дорожного движения. А я уеду жить в Лондон. Для многих россиян строчка из песни превратилась в цель жизни. Накануне узнавался Российский Центр изучения общественного мнения. О своем намерении уехать из страны на АПМЖ заявило 10% россиян. При этом среди молодежи этот процент в три раза выше. Большая часть потенциальных эмигрантов мечтает жить в Германии. А что думают на этот счет березняковцы, узнаем прямо сейчас. Хотели бы вы переехать в какую-то другую страну? Я нет. Нет, вы что? Где родился, там пригодился. В другую нет. А чем вам так? Почему? Вам все нравится. Все устраивает? Здесь лучше? Да. Возможно, не в другую страну, а в другой город, скорее всего. Здесь что-то не устраивает? Потому что я не из этого города, и я к нему не привыкла. За много-много лет, сколько я здесь живу. Нет, все здесь хорошо. А чем тут хорошо? Что здесь держит тебя? Все здесь. Я родилась здесь. Все здесь родители, близкие, друзья, любимый муж. Все здесь налажено. Желание переехать у меня есть, но любимой страны нет. Я бы хотел вообще пропутешествовать и найти свое место. Да. Какое? В США. Почему? Чем там круче? Там есть баскетбольные матчи МПА. Нет, не было. Почему? А что тебя здесь держит? Родные. Город нравится. В другую страну не было. Не было? А что здесь держит? Что здесь плохо? У меня все плохо с языками, но со знанием языков. А вообще в России, ну как-то, я не знаю, родственники, семья, я... Нет, ну оттуда будет. Нет. Нет, а чем вот вас такая страна держит? Мне она нравится, потому что я в ней родился. Нет, а что здесь держит? У меня никогда. Любовь к родине. И сейчас о событии, которого ждали многие телезрители. Сегодня мы запускаем второй долгожданный сезон нашей рубрики «Узнай, любимый город». Фрагмент первой достопримечательности покажем уже через минуту, а о правилах пока расскажет наш корреспондент Кирилл Мурин. Да, Екатерина, сегодня мы готовы продолжить нашу рубрику «Узнай, любимый город». В течение нескольких недель мы будем показывать фотофрагменты городских достопримечательностей. А вы, дорогие наши телезрители, должны будете угадать, к чему тут фрагмент относится. За каждое задание мы будем начислять баллы. Напомним, в прошлом году победители акции получили сертификаты на покупку ювелирных украшений. В этот раз на кону горный велосипед. Заинтересовались? Тогда, внимание, первое задание. Какой достопримечательности относится эта фотография? Поняли, о чем речь? Тогда присылайте свой ответ на короткий номер 4647. Перед сообщением не забывайте набрать 59. Ответы принимаются до 15 часов следующего дня. Участвуйте в акции. Будем узнавать любимый город с новых ракурсов. Кирилл Мурин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости на ТНТ». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacomail.ru или по телефону 262817. Автора лучшей новости недели мы отметим сертификатом номиналом в 1000 рублей от суши-бара. Вы смотрели главные новости города. Впереди еще прогноз погоды и программа «Открытый разговор». У меня же на этом все. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания.